Привет! Ты в следующий раз от меня на кухню уходи в Икею, я тебя услышу. Такой объективчик. Друзья, всем привет! Неугомонные просины снова с вами. Мы в Икеи Нижний Новгород продолжаем свое путешествие по Нижегородской Икее и выискиваем те товары, про которые мы вам еще не рассказывали. Линейку Фьельба мы несколько раз упоминали в различных обзорах, но вот именно отдельно в масштабе целого обзора не показывали ни разу. Что такое линейка Фьельба? На самом деле, это, как заявляют дизайнеры, уникальный дизайн, это лаконичность металла и дерева. Ее очень любят клиенты, очень любят клиенты, которые любят минимальный стиль. И первый раз мы, как служба доставки товаров Икеи в городе Саранске, работаем мы с 2010 года, приняли заказ на данный товар, не соврать бы, лет 5 примерно назад, когда он только появился. И, что немаловажно, и мне это немножко даже льстило, заказал данную линейку мебели владелец местной Шатуры. То есть владелец большого мебельного магазина заказал у нас данную серию. Мы его спросили, почему, на что он сказал, у нас такого нет. Поэтому Фьельба до сих пор пользуется популярностью, иногда очень редко бывает так в акциях, и ни разу по ней не было брака. Все? Я могу быть свободна? От себя я расскажу, знаешь, что, Татьяна Павловна, так как мне она тоже очень сильно симпатизирует эту мебель. Да, давай к тебе подойдет, ты будешь пока показывать. Не буду показывать, я на тебе сначала покажу, потому что пока в форуме диалога с тобой разговариваю. Ну давай. Как сказал Ранни, это моя самая любимая серия. Может, ты про нее расскажешь? Понимаешь, она чем-то мужским веет. Она квадратная, такая грубая. Да, она строгая, серьезная, брутальная. Без груб. Вот я вижу, не хочется говорить, одинокий мужчина, да. Молодой мужчина, одинокий, серьезный, со вкусом стиля. Вот так. У нее такая холостяцкая берлога, стильная такая. Да, вот такая брутальная, серьезная. И мужчина это в бродито. Как ты сейчас? Ну, мне там еще так. И разбросанные носки сюда подходят? Нет, вот в таком стиле носков, к сожалению, я не вижу. Да? Так, надо срочно купить эту мебель, чтобы ты перестала разбрасывать носки. Ну, потому что как бы в женской комнате она вообще никак не смотрит. Тут все чисто, может, серьезное, может, с кое-кори. Либо это гостиная у семьи, но в стиле лофт. Вот в таком стиле такая серьезная гостиная. Да, да, да. Там где-то стены кирпичей, дерево присутствует, это все такое. Пойдем покажем. А то я уже стою, мне слюни капают. Поэтому я начинаю задумываться. Об этой серии? В гостиную, в будущий дом. Мне нравятся идеи, давай обсудим. Итак, линейка Фьельба. Давай, во-первых, разберемся, что это такое. Это готовые модули. Вы не можете ни перерезать, ни отрезать, ничего с ними сделать. Они состоят из металла, это основной элемент. И деревянные, из массива дерева, именно из сосны, полки. То есть верхняя панель, все, что связано с полочной частью, это все массив сосны. Раз уж мы подошли с вами к стеллажу, стеллаж Фьельба 100 на 95 стоит 8 тысяч. Открытая задняя стенка, то есть стеллаж многоуровневого хранения. Вы можете ставить и так, как он стоит, и вот так, и бочком, и как хотите, он со всех сторон будет красивый. Здесь у нас верхняя панелька. Вообще габаритные размеры 136 на 95. Максимальная нагрузка на полку аж 34 килограмма. То есть нашу Алену можно сюда поставить, она и выдержит. Значит, раз полка, два полка. При этом эта полка визуально разделена дополнительным металлическим основанием, как угодно называйте. Тем самым оно его разделяет. Можно оставить открытый, можно поставить красивые какие-то интересные контейнеры. Но сюда главное не переборщить. Данная мебель не любит перегруза по наполнению. В деталях, да. В деталях. То есть здесь только что-то минимальное должно быть. Здесь на магнитах два открывающихся ящика. Кстати, имейте в виду, если вы переворачиваете стеллаж торцевой частью, то у вас, получается, задняя стенка будет закрытая. И полочки вы открывать не сможете. То есть с той стороны у вас открыты полностью. Да. В этот момент, пожалуйста, очистите. Он на ножках. И ножки регулируемые. Дима сейчас покажет вам петли. Здесь открыто все. Здесь открыты все петли. Все крепежные элементы. То есть это стиль такой у стеллажа. И это, в принципе, является нормой. Это нормально. То есть вот это не является какими-то дефектами. Он весь такой. Кстати, интересно, я заметил, пока я тебя перебью. Вот смотрите, запомните вот этот уголок с клепками, да, я тут представляю. Имитация клепок. А на стеллаже у нас уже расхождение. Тут уже самолитики. Да, а вот здесь, пожалуйста, то же самое. Да. То есть таким образом закрыты дверки. А сами крепежные элементы, когда они не фальш, они идут вот таким образом. Так, стеллаж 100 на 95, который используют как удобно, как угодно. Был опыт, клиенты каким-то чудом стыковали два стеллажа. Но вот наверх. Но что-то они там доколхаживали. Мы визуально итог не видели. Дальше едем. Стеллаж Фьельба. Пока его нет в наличии. Вообще, в принципе, на текущий момент, к сожалению, в наличии только полка и только вот такой стеллаж. Стеллаж Фьельба 100 на 36. То есть он у нас получается шириной 100, глубиной 36, а высота 136 сантиметров. Максимальная нагрузка на полку 34 сантиметра. Весит он всего 19 килограмм. Максимальная нагрузка? На полку 34 сантиметра. Нормально. Мне можно. И так сойдет. И так сойдет. Раз, два, три полки деревянных, четвертая металлическая. Но, ребят, металлическая полка, хоть она и выдерживает нагрузку, но мы не рекомендуем на нее ставить очень тяжелую. Поэтому все-таки учитывайте, чтобы она у вас не провисала. Здесь те же ножки. Здесь те же уголки. Но здесь уже нет фальши уголков. То есть здесь только полноценные крепежи. Вообще, когда вы данную серию ставите в гостиную, собираете ее в одну линию, она очень лаконично смотрится. Вот как сейчас она собрана. А еще ведь был письменный стол. Ну, мы сходим посмотрим, если есть. Если есть. У меня вообще такое ощущение, что он пропал из ассортимента. Но мы попробуем найти. Если нет, значит нет. Кстати, как тебе совы, которые сейчас по распродаже смотрятся на этом стеллаже? Нет. Тут требует более ровных граней. Тут требует квадраты, прямоугольники. Вот, допустим, как зеркало. Такие стилистики, да? Да, без кружевника. Кружевника тяжело. Да, я понимаю, что черный цвет. Но не знаю. Я бы что-то квадратное все поставил. Соответственно, линии должны соответствовать. Правильно. Дальше полка навесная. 2000 рублей. Цвет, соответственно, черный. Все то же самое. Размер 101 на 20. Полка выдерживает хорошую нагрузку. Сейчас скажу, сколько. 15 килограмм максимальная нагрузка, не сантиметров. И полки можно штабилировать друг над другом. То есть вы можете сделать такое. Либо хаотичное, либо прям друг над другом. По диагонали. Как вам удобно. Они очень классно хранят вообще предметы. Очень многие берут полки в ельбу просто как отдельный элемент интерьера для книжного хранения. Не только для книжного, но вообще для такого вот высокого хранения. Потому что если у нас в ельбу представлена отдельно, как отдельная такая изюминка в интерьере, здесь уже можно поиграться с другими линиями. Когда все остальное в других нюансах делают, в принципе, неплохо получается. Тумба под ТВ в ельбу стоит 10 тысяч рублей. Размер у нее 150-36 на высоту 54. Здесь уже три ящика. Треться сказать, три дверки открывающихся. Открывается шумненько. И я знаю, что некоторые клиенты, у кого позволяет пространство, данную тумбу под ТВ берут как большую тумбу под обувь. На нее можно сесть, можно использовать как скамеечку. Хорошо сочетается с серией пиннинг. С черными металлическими зеркалами. И в таком стиле делают прихожую. Дима так смотрит, думает, я бы не против была обувь, чтобы не видно было, да? Еще бы это была вот покороче, вот такая. Знаешь, Татьяна Павловна, пока мы сейчас рассматриваем данную серию, я так подумал, помозговал. Параллельно? При надлежащем инструменте я могу сделать такой же. А вот это как? В зеленом магазине такое продается. А, решетки отделены в Леруа продаются? Да. Уголки самому вы это вырезать. Профиль 2х2 есть. Только обратиться в фирму, где порошковое покрытие красит. Дим, купить проще. Нет. Я просто к чему клоню, я могу создать свою линейку. Ну, как бы для себя, не для продажи, соответственно. Под свои же размеры и нужды. То есть ты сейчас резюмируешь, что хочет Дима донести. Вы всегда, если можете, Икею взять за идею. Да. И если у вас руки растут из того места, и вы любите мастерить руками, вы можете сделать подобное, но под себя. Если мужчина может творить руками, то для него, в принципе, это не должно составить труда. Достаточно посмотреть на концепцию, и он примерно такой же может сотворить. Только эта коллекция, она из жестяных профилей состоит, да? А эта будет более тяжелая, из чермета. Слушай, интересно, если сделаешь, я думаю, ты покажешь на канале. Ну, когда будет собственный дом, я, наверное, там... Будет отдельный канал. Меня не остановить, как понос будут творить, творить, творить. Как это ваш... Святой Дристос? Свистос Дристос. Свистос Дристос. Так, ладно, давай дальше. Стеллаж 51 на 136. То есть это фактически такой же стеллаж, как мы с вами сейчас смотрели, деревянный. Дим, показывай, пока объясню. Только здесь... На углу неудобно. Одна деревянная полочка и три металлических полки. То есть он сочетается с любым из элементов, его можно сочетать. В наличии заразы тоже нет. Сейчас нагрузка максимальная, он выдерживает по 14 килограмм на полку. Даже по 17 килограмм. Но я сюда, опять же, не рекомендую что-то очень тяжелое ставить. Потому что полки могут... А с вами до сетку. Да, полки могут прогибаться. А сейчас мы с вами еще пройдем в отдел с письменными столами. Попробуем там найти Фьельбу. Если не найдем, то, значит, будем прощаться. Пошли? Пойдем, поишу. Мы нашли недостающую часть коллекции. Это стол для ноутбуков Ельбу. Размер 100 на 36. Все то же самое. Плюс еще у него большой. Это два колесика. То есть его легко даже девочка любая одной рукой сможет переместить по дому. Полочка для чего? Это все-таки больше не документальная полочка, как я всегда считала. Дима меня поправил, сказал, что это для хранения ноутбука. Да. Да? Исключительно вам сразу скажу. Работа на ноутбуке. Это неполноценный рабочий стол. Поверьте, на нем работать с бумагами неудобно. У него очень маленькая ширина. Чисто поработать на ноутбуке? Да. Не более. По этому поводу... Стоит 4 тысячи. А поэтому, наверное, пойдем поищем, какие есть большие столы. Поэтому мы для вас сейчас найдем столы, которые можно как аналог использовать. Совместимость этой серии. С серии? Да. Пошли? Пойдем. Друзья мои, когда вам нужно делать гостиную, и вам будет жизненно необходима эта линейка? А почему гостиную? Тут, кстати, рабочий кабинет. Ну, кабинет, например. Отлично подойдет для мужчин. Как раз на эти стеллажи отличные и документы, книжки и всякие сувениры интерьеры. Ну да, я прям полностью с тобой согласен. Значит, можем мы вам предложить два варианта столов. Первый стол – это аркельсторб. 11499, сейчас он по фэмили на данный момент. 140 на 70. Единственное, что дерево, но в счет того, что оно в черном цвете будет хорошо сочетаться, ручки здесь жизненно необходимо поменять будет, с кругляшков на более такие лофтовые, и перекрасить столешницу, дать немного оттенка. Особо не требует, но примерно тон тот же, только чуть-чуть посветлее. Ну, чуть-чуть бы хотелось. Но тон тот же. Либо хулаберг. Здесь полностью такое же черное металлическое основание. Вот эти резиновые набалдажники нижние снимаются. Ну, нужно что-то придумывать, если они вас смущают. То есть, прям вообще вот хотим, да, сделать, чтобы сочеталось. И здесь уже, я думаю, Дима со мной согласится, столешницу перейдется перекрашивать. Так, вот вам придется попотеть, кстати, вот с подбором пропитки. Это на тот случай, если вы хотите. Кстати, вот этот стул удобен, чем вот этот. Ну что, про нашу любимую серию Фьельсбу как-то быстро мы рассказали. Ну, а больше тут, в принципе, сказать-то нечего. Слушай, ну вот сколько ее заказывают, довольно все, благодарят, и по ней не было реально брака. Ни одного, кстати. Ни одного. Почему-то? Наверное, хорошо. А почему, знаешь что, ломаться-то нечего. Если только где-нибудь не прокрас. А это редко бывает. Какие-то уж прям совсем грубые, такие заводские моменты. И я предполагаю, что это даже не наша сборка. Мобиль не наша? И не братьев украинцев и болгаров. Надо складывать. Беларусь, болгар, украинцев. Что-то где-то там по Европе. В общем, ближе к европе. Не, не, не. Может, через склад пройду и посмотрю, кстати. А кто знает, где собирается линейка Фьельву? А мы сейчас сколько посмотришь? Мы сейчас напишем. Ну, мы попрощаемся на всякий случай, вдруг не найдем. Бывает, что на фулсерсе. А они перемотают и напишут. В общем, мне очень интересно ваше мнение. Пользуетесь ли вы данной серией? Если да, то почему? Почему она вам нравится? Может быть, не нравится. Может быть, у вас были какие-то косяки, которых не было у нас. А если она вам нравится, то вы и ее не купили. Опять же, почему? Цена, стилистика. То есть, что вас останавливает от покупки? А мы пойдем на склад, вам покажем. Производитель. Как вы уже поняли, данную серию собирают... Китая. Братья Китая. Китая. Ну, кстати, хорошо собирают, на реконе нет. Значит, давно собирают. Значит, давно собирают. Все умеет, молодцы. Будем пока-пока говорить? Тут звонит. Давай отойдем немножко, а то мы помещаем. Снимем даже. И как бы финалчику не запишу. Да, долго бегаем. Да. Ну, давайте. Давай ты сначала. А про Яндекс.Дзен почему-то важно подписываться? Жен, не просто подпишитесь. Наверное, нужно за целом месяце уже поняли, почему так хорошо. Надо подписываться. А если нет, то посмотрите, какой-нибудь в предыдущих обзоров. Ссылка в стандартном описании. И на все наши коммуникации, как службу доставки, действующую службу доставки в Саранске, работаем уже 10 лет на этом рынке, у вас тоже есть возможность посмотреть все там внизу, узнать, кто мы, где мы, как к нам обратиться. Потому что очень часто приходят люди и говорят, нифига, все мы не знали, что вы в Саранске. Ребята, мы в Саранске. Знайте. Все. Все, пока.